Сначала, да? След за чтением, по порядку все три. Чем это было вызвано, все есть, отдельный ролик. С протокола, да? Громче считай. Протокол общего собрания Кристаллозвиженской общины города Барнаула от 13 июня 2010 года. Об интернет-знакомствах, номер 40. В последнее время в нашей общине участились случаи интернет-знакомств, совершающихся тайно от всех, приводящих к заключению брака с людьми, в лучшем случае находящимися фактически на начальной стадии оглашения, а в худшем – откровенно мирскими. В этих случаях решение о вступлении в брак принимается даже без совета с настоятелем общины, практически ставя его перед уже свершившимся фактом, низводя его звание духовного отца, доброго пастыря, пекущегося о своих овцах, до роли простого исполнителя треп, в чьих советах не нуждаются, а благословение считается простой формальностью. При этом первостепенным является неблагословенное родство двух христианских душ, пекущихся о взаимном спасении, где муж является духовным руководителем и жена-помощницей во всех благих начинаниях, а материальное благополучие – совершенно мирской подход, что ведет к профанации целей христианского брака. Одно то, что они делают это тайно, не уведомляя никого из своих наставников, говорит о крайней нечистоте дела и уже привело к тому, что мы потерпели от этого урон. Делающие сие, рыскающие по интернету с целью завести близкое знакомство уже вне церкви, вне общины – это самые настоящие слуги разврата и полновесные сутенеры. И они уже наказаны во всех отношениях и наказаны именно теми развратителями, с кем и вступили в знакомство и связь. Интернет – это всемирная свалка разврата и растления, обманы и разрушения всех нравственных устоев, личности и семьи. Приняв во внимание все вышеизложенное, для предупреждения ситуации, противоречащих целям и задачам общины и ради ограждения от дальнейшего соблазна, общее собрание решило 1. Без благословения настоятели никому не рекомендуется устанавливать знакомство с целью найти себе жениха или невесту, ни по интернету, ни лично. 2. Тем, кто уже установил подобные знакомства, рекомендуется обсудить указанные знакомства с настоятелем. 3. Решение настоятеля обсуждения указанного вопроса может быть вынесено на заседание Церковно-приходского совета. В случае, если будет выявлено, что член общины, установивший знакомство без благословения, уклоняется от обсуждения указанного вопроса с настоятелем, такой член общины вызывается на заседание Церковно-приходского совета по инициативе любого члена совета. Настоятель и или Церковно-приходской совет имеют право настоятельно рекомендовать В случае неуполнения рекомендаций настоятеля и или церковно-приходского совета по решению церковно-приходского совета, вопрос о дальнейшем пребывании такого члена общины в общине выносится на внеочередное общее собрание общины. В случае исключения из общины с таковым не рекомендуется поддерживать любую связь. Третье. В отношении несовершеннолетних контроль за исполнением вышеуказанных рекомендаций должны осуществлять родители. Несовершеннолетние приглашаются на заседание церковно-приходского совета с родителями. Четвертое. Члена общины, причастного к данной ситуации, поощряющего это неблагословенное дело и своим недобрыми советами, подталкивающего к недуховному выбору, считать соблазняющим малых сих. Такого призвать к анализу своей неблаговидной роли, рассмотрению ситуации с Библией, руках и покаянию. В противном случае этот член общины вызывается на заседание церковно-приходского совета, чтобы дать ответ в своем уповании. Пятое. Если к данной ситуации будет иметь отношение прямое или косвенное член церковно-приходского совета и явит себя участвующим или сочувствующим по решению церковно-приходского совета, он остраняется от участия в заседаниях церковно-приходского совета и созывается внеочередное общее собрание для исключения из состава совета, так как он дискредитировал себя как советник в духовных вопросах. Местописание. Евреям 12, 15, 17. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Первое послание Коринфина, 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Первое Коринфин, 5, 11. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником. С таким даже и не есть вместе. Второе Коринфин, 6 глава, 14 по 15 главу, 17 стих. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Первое Коринфин, 5, 6. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Второе послание Анны, 1 глава, 8 стих. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Второе послание Петра, 2 глава, 2 стих. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Послание апостола Павла к Ивреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня Онова. Сирахов, 38 глава, 20 стих. Начало всякого дела, размышления, а прежде всякого действия, совет. Книга Тавита, 4 глава, 18 стих. У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным. Притча Соломона, 15 глава, 22 стих. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Послание Акова, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Первое послание Ана, 2 глава, 15 стих. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Теперь картинки еще покажи-ка, вот эти все. Что они означают. Ты, может, прокомментировал буквально картинки? Игнать их сейчас. Они как раз трескнут. Тут надо читать. Тут можно прочитать надписи каждой картинки. Вот и будет комментарий. Нет. Вот начнем. Жизнь ленивого и порочного человека. Подпись под первой картиной. Картина, изображением. Крещение младенца. Тут изображен священник, крестит младенца. Второе изображение. Подпись. Родители не воспитывают его. Он ничему не учится, привыкая к лении праздности. Третье изображение. Мальчик на дереве. В часы отдыха и прогулок жестоко и бессердечно относится к окружающему моему миру, вытесняя из своего сердца любовь и милосердие. Четвертое изображение. С возрастом становится все более ленив. Когда вокруг все работают, он отдыхает. Пятое. Святая церковь благословляет его на счастливую семейную жизнь. Шестое изображение. Не умея ничего делать и не желая трудиться, не стыдится воровать. Седьмое изображение. Все время проводит в пьянстве. Восьмое изображение. Придя домой, срывает злобу на жене и детях. Девятое изображение. Продолжает вести постыдную жизнь, унося из дома последнее. Одиннадцатое. Чтобы обеспечить... Перпендикулярно, не отловно. Десятое, да. Чтобы обеспечить семью, продает остатки имущества. Но бездумно пропевает деньги. Жена с детьми со слезами на глазах умоляет его образумиться. Следующее изображение. Несмотря на укоры близких, он не изменяет своего поведения и попадает под суд. Под суд. Следующее изображение. Полностью разорившись, просит милостыню. Следующее. Доходит до крайности, пропевая все. Колесо несет к человеку какому-то богатому. Следующее изображение. Впадает в отчаяние, опомнившись от бездумно проведенной жизни. Семья существует на подаяние добрых людей. Следующее изображение. И последнее. Его смерть ужасна. Рядом с ним нет ни родных, ни друзей. Одна семья, привыкшая лишь к унижениям, с ужасом смотрит на его смерть. И в слезах молит Господа простить его. Вот тут. Большое изображение. Надпись вверху. Смерть грешников люта. Внизу. Ад и вечные муки уготованы грешнику. Это картина. Жизнь ленивого и порочного. Жизнь трудолюбивого и честного человека. Начинаем с первого изображения. Крещение младенца. Изображения схожи. Дети маленькие. Но дальше уже начинается различие. Стол. С раннего детства он окружен вниманием и заботой родителей. Учится ребенок. Разумные игры и развлечения под присмотром домашних воспитывают в нем доброту и милосердие. Вот играя с ребятишками. Следующее. С детства приученный к труду он становится усердным и рачительным человеком. Пашет. С конем. Далее. Святая церковь благословляет его на счастливую семейную жизнь. Он больше всего заботится о семейном благополучии и не гнушается никаким домашним трудом. Помогая семье. Вместе с женой поливают они все. И делят работу на мужскую, женскую. Все вместе. Господь благословляет его труды. Дом всегда полон гостей, которые с радостью посещают его семью, где царит мир и согласие. Наверное, священник даже пригласили они возле икон. Дальше. В редкие часы отдыха он любит находиться в кругу родных, наставляя детей и воспитывая их в духе добра и справедливости. Книгу читают они с ребенком. Не видно, что в Библии. Такая семья собирает вокруг себя доброе общество, друзей и знакомых. Счастье и радость царит среди них. Дальше. После небольшой разлуки он приезжает к семье с подарками. Вот. Видимо, с базара тут калачи у него. Какой-то короб у него. Дальше. В праздники и все свободные дни семья всегда собирается вместе. Дедушка сидит. Дальше. Изображение. Он пользуется всеобщим уважением. И к нему часто приходит за советом. Мужчины уже собрались, он советы дает. Далее. Все труды полагает он во благо своей семьи, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. Вот у него короб полный зернохранилища. Он отсыпает, берет в мешочек, в мешок насыпает зерна какого-то. Дальше. С радостью принимает все в своем доме. Гостеприимный. Хозяин. Всегда он проявляет милосердие к бедным и нуждающимся людям. Да. Никогда не отказывая им в помощи и сочувствии. Он сам подает милость. Они не просят, а подает уже. И последняя его. Уже картина его жизни. Святая церковь молитвенно провожает его в последний путь. И спрашивая у Господа прощения его грехов. Рай и вечное блаженство ожидают праведника. Ну, не написано, что он праведник. А вообще... Посередине. Да. Посередине. Центральное изображение. Верхняя надпись. Блаженны, непорочные в пути, входящие в законе Божьем. Блаженны, непорочные в пути, входящие в законе Божьем. Вот. Благословил всех иконой. Детей, внуков. Уже дедушка. И внизу надпись. За добрую и честную проведенную жизнь Господь удостоил его мирной кончины. Семья и близкие неутешны в своем горе, оплакивая его смерть. Вот. Спасибо, Христос. Все. Открываем на занятия. Покажи или не. Спасибо.